А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Бакстера, здесь ты сможешь найти кучу различных и интересных видео по Майнкрафту с различными мини-играми и в принципе различными рубриками. Если ты хотя бы немного заинтересован, то ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как мы продолжим наше путешествие в мире покемонов, давайте как всегда посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что ребята, что, 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 что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы уже докачаем наших некоторых покемонов и мы в принципе их уже даже выложим в компьютер, ну и также попробуем еще половить других покемонов, таких как например Дротини, если мы конечно сможем ее вообще найти. Но перед этим, ребята, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем сегодня 1000 лайков, то я вам даю свое слово, то что завтра выйдет следующая серия Пиксельмон. И в принципе, как только мы набираем 1000 лайков на вот этой серии, то сразу же на следующий день выходит новая серия. Поэтому, ребята, если вы хотите серии Пиксельмон каждый день, просто поставьте лайк, я также этому буду рад, потому что, ну, я рад, ребята, тому, что вы ставите лайки, это действительно очень круто. Ну и в принципе, вы получите свою серию намного быстрее. Также не забываем оставить свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, отвечаю на их вопросы, поэтому если ты имеешь желание со мной пообщаться, просто-напросто задай свой вопрос в комментарии. И также последнее, не забываем подписаться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому я бы прямо тебя хотел попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, сейчас уже без разговоров, мы просто-напросто начинаем, начинаем дальше прокачиваться и, в принципе, просто-напросто искать покемонов. Мы сейчас, да, мы сейчас Пупка, мы сейчас Пупка, ребята, качаем. Кто не знает, у нас в предыдущей серии появился такой покемон, как Пупок, и он уже 38 уровень. Как я знаю, его эволюция будет на 55 уровне, да, ребята, на 55, но это, в принципе, ну, не скоро, можно сказать так, что еще не скоро. Куда бы нам пойти? На болото? Давайте, может, на остров, потому что, как я уже сказал, я хочу найти Дратини. И, было бы это еще так просто, как я сейчас говорю, то было бы вообще круто. Ладно. Кстати, что у нас там творится с этими, как его, а с рыбацкими сетями, я только сейчас вспомнил то, что они же у нас находятся возле дома. Нужно будет туда быстренько потом сбегать и посмотреть, что же там происходит, кого мы там уже наловили. Да, ребята, нужно будет пойти посмотреть. Но сейчас я просто-напросто хочу немного полетать и посмотреть, есть ли тут кто-то, потому что, если мы найдем Дратини, то, мне кажется, все обрадуются, потому что многие уже ждут Дратини, многие хотят Дратини, да, если честно, я хочу. То есть, я не говорю, что, ну, не, я не хочу Дратини, а вот Пикачу, у меня многие тоже. Ребят, меня почему-то все многие пишут, просят, то словить того, то словить того, то прокачать того, то найти того. О, и сейчас я только что тут увидел Пикачу. Пикачу меня, в принципе, тоже уже многие просили словить, сейчас мы даже его попытаемся, попытаемся, Поке Хилл. Пикачу, опять там Бульбасавра, не было бы у нас его, я бы обрадовался. Я его уже даже, было такое, что я его случайно еще раз словил, хоть он у нас уже был. Пикачу, тут ты пропал, зараза. Я случайно убежал, честно, ребята, я случайно прям нажал. Так, Пикачу, он походу убежал, как я понял, да? Корфиш. Мне кажется, он реально убежал, потому что я тут больше уже никого не вижу. Ну ладно, потом словим, то есть, в Пикачу нет ничего такого особенного, да, то, что делает его редким покемоном. Поэтому мы потом его, ребята, еще даже попробуем сломить. А сейчас... Опа, ну че, попади! Твою мать! Твою мать! А-ла-ла-ла-ла, это кто там? Да вашу, да попади ты нафиг! Хрен я попаду, ребят, это... А это, в принципе, даже не Хорси, это, как я понимаю, Кингдра, или кто это? Не, мне кажется, это не... Я нахрен всех покемонов выкинул, но никаким покемоном вообще ни в кого не попал. Че-то у меня сегодня снайперский прицел немного барахлит, ребята, я извиняюсь. Почирису, Почирису, Почирису. Нифига себе! У нас уже есть, ребята, Шавот. Да, мы его уже ловили, поэтому... В принципе, даже если бы не было, то я его... То я бы его до 100% не ловил, потому что зачем мне вторая эволюция, если можно словить первую эволюцию, да? Специально для подписчицы. А нет, все-таки, ребят, мы уже Марила словили. Просто я так читал комментарии, в предыдущей серии вроде одна подписчица меня... Подписчица, я надеюсь, я правильно запомнил, не подписчика, а подписчица. Попросила словить Марила, потому что он ей очень нравится. Но, как видите, ребята, мы его уже словили, поэтому второй раз его нету смысла ловить. Гулдак, синенький, синенький гулдачок. Мы его, в принципе, тоже быстренько забабахали. Слоу Поша. У нас есть слоу Поша. Не, нету. Вроде нету. Как я помню, вроде нету. Ну, завали ты, я понимаю, ты любишь... Ты любишь поспать, Лукарио, я это прекрасно понимаю, но... Но лучше... Опять ты его усыпил, заразеныш ты, мелкий. Зараз... Да убей ты его уже, твои, наконец. Лучше мы на него вообще не будем нападать. Чёртвик! Чёртвик! Чёртвик, 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 чёртвик. Ты... Так, где был чёртвик? Эм... Эм... Был он тут. Ключевое слово был. Но... Вот он. Ах ты, зараза. Спрятался, спрятался. Хотел, чтобы мы его не нашли. Но вот мы его нашли. И всё, чувак. Мы сейчас от тебя не отстан... Ну... Ладно. Как не отстанем? Если ты паскудой самой большой в мире не окажешься, то не отстанем. А если ты вообще не будешь никуда... А, он у нас уже есть, ребята. Чёртвик. Смотрите. А, он так... Иди ты нахрен тогда. Чё я парюсь? Если бы уже тебя... Я... Я... Я не знал, честно, ребят. То есть, видите, у нас уже есть... Я Марила только что хотел словить. Я Тёртвика только что хотел словить. А как видите, у нас уже они почему-то давно есть. А я... У меня то ли склероз, то ли я не знаю. Но я уже забываю, кого я ловил. Кто у нас есть. Пупок сороковой уровень. Ещё 15 уровней. Да, ребята. Ещё 15 уровней. И он эволюционирует в Ти-Ти-Ти-Ти-Ти-Ти. И кого-то там, не знаю. Я знаю, но там вроде какой-то Ти... Что-то Поке-Спан. Что-то Ти... Тиранитар. Прям Тиранит, нахрен. Ага. О! А может Тиранитара назвать в честь Тиранита? То есть, вы, ребята, помните то, что... Чё бы нам вот так. А вы помните то, что мы всё-таки назыв... О, Рэйчо. Ну, Рэйчо я не буду ловить. То, что мы называли Покемона в честь ютуберов. Мы называли Покемона в честь различных крутых блогов. Точно, ребята. А может нам возобновить вот эту небольшую такую... Небольшую такую мини-игру. Потому что, мне кажется, это круто. Вы помните, ребята, на начале сезона у нас была такая фишка. То, что мы называли своих Покемонов в честь различных там, ну, крутых ютуберов, крутых блогеров. Ну, в смысле, летсплейщиков. Ютуберы, блогеры... Это, в принципе, ютуберы, да? В смысле, летсплейщиков и блогеров. Да, у нас там вроде даже есть... Кто у нас там есть? У нас есть там Улуложка, Ивангай, Фрост, Алена Моня. Алена Моня... Кстати, там хрень, а ну сейчас я вроде... Я же поменял Почерису, поэтому нужно её обратно назвать. Я же Почерису поменял с обычной Нашайни. Вот так, да? Алена Моня... Лазуритные гномы у нас ещё есть. Алена Моня. Вот так, ребята. Моня, 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 Моня. Так, кто у нас... Риол в Лукаре у нас был, да? Я забыл. Так, да-да-да-да-да. Опять возвращаемся мы, ребята, на наш островочек. Я не знаю, в принципе, с этого острова можно уже валить. Давайте мы сами покушаем, а то у нас уже хапчик. И хапчик, а голод начинается. Уже начался, уже заканчивается. Так. И полетели мы дальше на нашем Шайни Скарморе. Да, в предыдущем сезоне я хорошенько помню то, что Скарморе это вроде был один из самых последних покемонов, которых мы нашли и которых мы словили. Почему? Хоть я его видел практически каждую серию, я его находил в каждую серию, но я его почему-то не ловил. Хоть меня подписчики много раз просили, много раз спрашивали, мол, Эдисон, почему ты не ловишь? И я его словил практически в конце сезона. Ну, сейчас, ребята, так отлично совпало то, что он у нас заспанился. И что самое главное, заспанился Шайни. Поэтому я его словил. А если бы он не заспанился Шайни, то мне кажется, я бы его также словил в конце сезона, так же, как и в предыдущем сезоне. Поэтому, опа, стоять, стоять, стоять на месте. Так, чё у нас тут? Мастер Болл, нихрена себе мы выкидываем Мастер Болл. Так, а куда бы нам ночью пойти? Хотя, при этом, ночью мы также можем тут полетать, да? Киогр, Луги, Суикун. Да. С каким шансом, да, то, что вышеперечисленные легенды у нас вообще заспанятся? С нулевым, если честно. Ну, вряд ли, вряд ли они заспанятся. Но если вот тут сейчас Суикуша вылезет со своей норки, я прям охренею, если честно. Ух ты, нифига себе, сколько там Зангос, сколько там Сивайпров. А, я думал, они большие уровни, я уже обрадовался, что сейчас их завалю, а они оказываются мелкие. Мелкие, мелкие, заразы. Мне интересно... Твою мать. Мне интересно, Пупок вообще будет валить? То есть, если у него есть... У него какие-то там нормальные атаки, чтобы Пупок вообще хотя бы мог затащить. Да. Лучше бы я даже не пробовал. Лучше бы я даже, ребята, не пробовал. Аура Сфер, Контер, Реверс, Форс Паун, Квик Атак. Ага. Понятно. Но это мне не нужно, если честно. Я понял, что там написано, я понял, что требуется, но я не хочу вот эту атаку. Я лучше возьму какую-то другую, которая, если честно, принесет нам больше пользы. А если у нас... Нет, у нас нету. У нас, к сожалению, нету в этой команде электрического покемона. Потому что на островах очень круто качаться на электрических покемонах. Так, опять вот этот чувак. У него нету нормальных... О, Сквиртл. Ребята, твою нафиг налево. Кто помнит, Сквиртл у нас... Мы его уже пытались один раз словить. О, нихрена себе это атака наносит. Мы его уже пытались один раз словить. Где ты, зараза? 15-12. Мы его уже пытались один раз словить. Третий раз повторяю, но он оказался нереальной паскудой. Прям, эээ, какой паскудой. И почему-то мне кажется, этот будет точно так же. Вот есть у меня почему-то ощущение, что это будет не меньше паскуденышем, чем предыдущий. Пожалуйста, пожалуйста. Словили. Да, вот это не был паскудой. Вот это настоящий Сквиртл, так Сквиртл. А не какая-то там зараза, которая вообще не хочет ловиться. Так, ну сейчас-то мы вас нагиб... Твою мать, я опять не того покемона выкинул. Лукарио, вот. Пупок, ты пока что в бой не вступай, ты еще не прям такой сильненький. А вот эта аура... Да твою мать, я опять не того выкинул. Нахрен. Ааа... Да, вот так. Ааа... Убластой там засваился, нифига себе. Вот эта аура... Офигеть, какой... Какая вообще сильная атака. Я, если честно, забыл, что она присутствует у Лукарио. Ну, хотя, если бы ты еще... Ззззззззззз... жопа наглая попалась. Ух, это чё вообще за... Чё это за фигня? Какой-то спаун такой кривоватый и кривожёбый. Смотри, как это заспавилось? Как-то непонятно. Ладно. Ам. Вот ночью тут реально много всяких покемонов вылазит. В принципе, и больших, и мелких уровней. Но лучше, конечно, бы, если бы были большие. Ух ты, нихрена себе, лучше бы... Вот на 30-го уровня я кинул Лукарио, на 50-го уровня я кинул... Твою нафиг. На 50-го уровня я кинул пупка. Офигеть. Так. Хил, Бластойс... Я не знаю, честно, сможет ли он... Да дай мне тебя ударить. Твою мать и ты... Пупок, давай-ка ты, наверное, всё-таки ещё... Ребята, как думаете, может он ещё полежит в... в покеболе и мы его выпустим тогда, когда он уже будет более-менее прокачанным, а то он сейчас чё-то вообще ничего не тащит. А можно Маркроу, Маркроу, Маркроу словить. В предыдущем сезоне у нас был Шайни Маркроу, я это помню. Красив... Твою мать, язык прикусил. Красивый покемон, когда он Шайни, он розовый вроде, как я помню. А вот это чёрный. Ну, такой сестринячок. Вот, вот... Я вам, честное слово, ребята, я вам даю... Я вам правду говорю, то что в этой серии они прям понизили ловлю покемонов настолько, что это с ума может зайти. Это прям уже нереально заметно, я могу просто с большой уверенностью сказать, что это правда. Потому что пятый уровень, я не верю, что сейчас каждый покемон настолько сволочь, как в предыдущем сезоне была Иви. Потому что единственная сволочь, которая меня бесила в предыдущем сезоне, это была Иви. Она вообще ни хрена не хотелось ловиться. А сейчас в таком... У меня сейчас такое ощущение, то что в этом сезоне всем покемонам перенесли характер и Иви, да? То есть, что все покемоны нафиг подряд сейчас вообще не хотят ловиться. И они ловятся не с первого там Бола, да? С тридцать первого нафиг. И неважно то ли это ночь, то ли это день, то ли это обычный Болл, то ли это Квик Болл, то ли это Ультра Болл, то ли это Даск Болл. Такое ощущение, что они просто-напросто всем вот такие характеры поставили, которые вообще толком не ловятся. И все. И хоть ты покакайся... Не будет. Не будет вообще никто ловиться. Ладно, ребята, мы в принципе вот этих уже чукчей сейчас добьем. Да, опять они того кинул. Да твою мать, что со мной вообще сегодня происходит. Я вообще не тех покемонов кидаю. Я вообще что-то вообще не то нажимаю, короче. Можно и так сказать. Может спать, ребята, опять пора идти. А то я сейчас опять кого-то там хуй-думом назову. Так как я случайно. Вот, ребят, честное слово я тогда случайно назвал покемона. Там хун- хун-ду хун- да, вроде хун-дум. Да, хун- хун-дум у нас было, я его хуй-дум назвал. Но это случайно, это не мат, это просто пары в душе просто. Я не знаю, честно. Иди ты за своим другом нахрен. Если ты дальше будешь продолжать хилиться, я тебя пошел пошелаю. Вот видите, пошелаю туда же, где твой предыдущий дружок пошел. Потому что такие чукчи нам не нужны. Пупок 43, ребята. А до эволюции пупка еще осталось 12 уровней. Ну, в этой серии 100% нет. Вот я думаю, в следующий иди ты нахрен. Я не люблю таких покемонов. Давайте идем мы домой, ребята. Идем мы, короче, домой. Идем спим, потому что ночью не в реальной жизни башка не варить, не в Майнкрафте башка не варить. Ладно. Включаем шейдеры обратно. Идем, смотрим, что у нас там наловилось. Что у нас тут наловилось? Я надеюсь, что-то нормальное. Место ну, место вроде вот это можно еще выкинуть. Вроде хватает. Фух, ну что, вы готовы, ребята? Ну, что-то я вообще ни хрена не вижу. Нет, не готовьтесь, потому что ни хрена еще не словилось, еще нет смысла тут что-то делать, потому что ничего пока что не словилось. Ладно, идем мы тогда домой, попродаем вот этот весь хлам, который у нас сейчас есть. Я надеюсь, что мы хотя бы сможем что-то продать. Ну, что-то там есть, что-то там есть, что-то мы немного продали, что-то у нас осталось. Ладно. Куда бы нам сейчас пойти? Дротини, но я не знаю, честно, что нам делать с Дротини. Я бы очень сильно хотел Дротини. Ребят, я вас прекрасно понимаю, это тоже очень даже крутой покемон. но, 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 сами понимаете, да, то, что, если заспавится, значит, мы попытаемся, да, хотя бы словить. Если не заспавится, то как мы вообще ее найдем? Мне кажется, один нормальный вариант это ее ловить около океана, потому что возле океана, наверное, самый большой шанс. А знаете, кого я хочу? Я хочу Крайагунала. Вот не знаю, почему мне сейчас прямо в голову пришло, чтобы я словил Крайагунала. Это тоже крутой покемон, это тоже крутой покемон, и я не говорю, что он хреновый, да? Поэтому можно его даже сейчас попытаться будет найти и словить. Биом, где он спавится, у нас есть. В зимнем... Напугал меня, зараза, прям вылез такой, прям какой-то, не знаю, там, показался какой-то аниматроник, я не знаю, мне на секунду так показалось. А мы, кстати, вот этот уже биом нашли, где спавится Крайагунала. Кстати, в этом биоме только один покемон, который имеет уникальный спаун, это Крайагунал, то есть, больше нету никого. Крайагунал это единственный покемон, для которого выделили целый биом, чтобы он там спавился. Я не знаю, почему его только туда поставили, то есть, твою мать. Я в предыдущей, я в предыдущей серии ребята вам говорил, то что то у меня сиська зачешется, то у меня жопа зачешется, а сейчас вообще офигенное место зачесалось, но я вам не буду гореть, вы еще дети. Вы еще дети. Да, ребята, не буду я вам гореть, догадайтесь сами, что у меня зачесалось. Так, ладно. Стоять, 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 какой семнадцатый уровень? Я его, нет, я уже думал, я его случайно ударил. Левел бол, 53 уровень против 17 уровня, по сути, если ты не, не, да, по сути, по сути, да не по сути, но почему-то мне кажется, то что в следующий раз я уже не буду делать квикболы, я в следующий раз уже, наверное, буду делать ультраболы, потому что, я не знаю, честно, что-то меня смущают вот эти квикболы, может, может я и сделаю, но не в таком количестве, да, то есть я не буду делать полтора, полтора стака, я сделаю стак, допустим, квикболов и стак ультраболов, я не буду делать полтора стака квикболов и ни одного ультрабола, ты, козявка, я уже думаю, мне уже там в голове всякие слова, там, вот ты, вот ты, вот ты, но нет, козявка, вот ты козявка, краю гонал, пожалуйста, пожалуйста, даешься, какашек, иди, я не знаю, куда, твою мать, ты, нахрен, я не, ааа, как я не люблю таких, прям ломаются, как не знаю, кто, честно, а, а может залезть в покебол, нет, не залез, а может, а может залезть, а может, нет, не залезу, а может, он вроде классный, может мне все-таки залезть в покебол, он вроде будет не отличным хозяином, нет, не залез, а может все-таки, нет, твою мать, ты определись, нафиг, это хренеть просто, у меня там бесит, вот такие покемоны, охренеть просто, ты, ты сидишь там, мерзнешь, я пришел тебе, укромное мясечко, предлагаю в моем квикболе, нафиг, не в обычном покеболе, а в квикболе, а он ломается, как хрен его знает кто, как девка на выпускном, и хуже даже, поэтому иди, иди просто в пень, нафиг, я вообще с тобой даже дел не хочу иметь, так же, как с тобой, Магни Майк, я не знаю, ты мне просто сразу не понравился, Магни Майк, ты мне почему-то не по душе, ну вот именно вот это, вот, твою мать, будь немного, почестнее, поприятнее, хотя бы будет немного, пожалуйста, Крэйогонал, я даю тебе пять попыток, первая, вторая, охренеть, просто, что-то меня Крэйогонали вообще не любят, я как вижу, третья, четвертая, конченая ты, шмакодявка, не, ребята, они меня просто ненавидят, что ли, я не представляю, Райхорн, хрена к ней ему, по самые не хочу, я не знаю, есть ли у тебя какие-то, да, ну, в принципе, лучше бы я не говорил, хрена к ней ему, по самые не хочу, может бы он его не убил, а может бы нас послушался, что-то я вижу, в этой серии мы не слоем ни одного Крэйогонала, чё-то, чё-то они нас ребята не любят, да твою мать, ну, хрена меня уже нападать, конченый вы магнимает, а вы, 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 мне кажется, в этой серии покемоны почему-то против нас сговорились, я не знаю, какой-то всемирный заговор, нафиг, никто ловиться не хочет, все на меня подряд нападают, всякие сволочи только нам попадаются, кого мы вообще словили в этой серии? я нашёл Пикачу, но как только я обернулся, чтобы его словить, он уже пропал, я не знаю, Маркрова мы словили, охренеть просто, в этой серии, ребята, чё-то вообще никто не ловится, я не знаю, почему, магнимает, и сейчас опять 35 штук на меня набросятся, как будто, хрен его знает, как будто я им там 300 рублей задолжал, и то иди сюда, дай бабло, и никто от меня не отстанет, а вот крае гонали, даже если они где-то присутствуют, то они даже со мной не хотят иметь никакого дела, они просто-напросто не ловятся, вапив, вот, паскуда, третий, третий по счёту, пожалуйста, будь послушным, твою мать, ты 16 уровень, имеешь дело против 53 уровня, чё ты бычара-то такая, а? Я тебе квикболом ловлю, я тебе левелболом ловлю, я щас ночи дождусь, и в жопу тебе прямиком в банальный твой, не знаю, зоопарк закинул 30 доскболов, и не закончу серию до тех пор, пока ты хотя бы не залезешь в один из них, то есть, подумай своей головой до того момента, когда наступит ночь, потому что ночью я тебе устрою покебольную клизму, нахрен, и и всё, буду, буду вмещать в твоё убежище столько покеболов, сколько туда поместится, подумай хорошенько, края гонал, это твой последний шанс, то есть, ты месяц просто-напросто не сможешь сесть, я тебе обещаю, стоя какать будешь, стоя играть за компьютером будешь, стоя Во Ко всем покемонам нужен свой подход Ко всем покемонам, ребята Запомните вот это Это я просто вспомнил Нашу схему где-то с четвёртого сезона Когда у меня был Подход ко всем покемонам Я ещё даже свою книжку хотел написать Мол, как словить любого покемона Кому-то нужно было поугрожать Кого-то поуговаривать Кому-то что-то взамен предложить Кого-то просто нахрен послать Кого-то ещё что-то, кого-то ещё что-то И они реально ловились То есть, вот это моя реальная Тактика, она срабатывала Поэтому, вот видите, ребята, просто-напросто Нужно было немного поугрожать Этому краю гоналу, и он все-таки Словился Твою мать, я вам, ребята, отвечаю Ломается больше, чем девка Какая-то Ох, крутое местечко тут Крутое местечко, которое сгодится Если честно, даже для скрина Только вот эту всю хренотень Нужно повыключать Потому что вот так где-то Вот так, только мне кажется Дайте я ночью, твою мать, не ночь А день включу, вот так Ничего Ты охренел, просто честное слово Вот так Прикольно, прикольно Но может, может даже еще как-то Вот так, скринчики Скринчики, скринчики Ладно, ребята, мне кажется, реально уже На этом уже можно заканчивать Серия уже сколько там длится Полчаса практически А мне еще спать нужно идти Поэтому Я, ребята, хочу вам сказать большое спасибо Тем, кто досмотрел эту серию Для конца Для конца, да, до конца Вот видите, ребята, мне уже реально спать нужно идти Я всегда рад Я всегда рад тем людям, которые остаются со мной до конца Все серии они перематывают и не выключают Поэтому спасибо вам, ребята Не забываем ставить лайки Я еще раз повторюсь Наберем тысячу лайков Я вам обещаю то, что на следующий же день выйдет Новая серия То есть Следующая серия Пиксельмона Если лайки мы не наберем Точнее наоборот Если лайки мы наберем А серия почему-то не выйдет Там по каким-то причинам То вы будете иметь полное право Написать мне вконтакте Или просто-напросто Добавить меня в друзья В виде того, что я вас сам потом Вечером добавлю Потому что Ну Я общаюсь со своими подписчиками И также добавляю их в друзья вконтакте Не забываем, ребята И если ты хочешь со мной пообщаться То ставь свой комментарий Под этим видео И увидишь то, что я на него отвечу Потому что Я действительно отвечаю на вопросы Своих подписчиков И также с ними общаюсь Поэтому если ты имеешь желание Со мной пообщаться Просто-напросто Ставь свой комментарий Под этим видео И увидишь то, что я на него отвечу Также, ребята Не забываем подписываться на мой канал Я рад каждому новому подписчику Который вступит в нашу большую дружную семью Поэтому если ты действительно хочешь стать моим другом пообщаться со мной как я уже сказал все что у тебя требуется это просто-напросто на меня подписаться я вот прям буду очень сильно рад если ты подпишешься если ты это сделаешь да я буду реально этому очень сильно рад а мы принципе ребята уже будем заканчивать может даже тут все время может куда-то тут потопаем поэтому всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока